27 ноября В 16 часов по московскому времени Состоится, пожалуй, центральный матч Девятого тура женской суперлиги В котором наши девушки из Динамо Акбарс Сыграют в гостях в Саратове Против Протона Долетели хорошо, в принципе Перелет с ним дался очень легко Все девочки успели отдохнуть И мы с хорошим настроением сегодня на тренировке Готовимся к завтрашней игре Команда Решата Гелезудинова прилетела в Саратов За два дня до игры О повышенной важности матча говорит тот факт Что Протон идет на втором месте А Динамо Акбарс на третье Настроение отличное Долетели вчера, прилетели Поспать успели Восстановиться после перелета В принципе настроение отличное и готово Наша команда прилетела в Саратов В хорошем рабочем настроении Но с изменениями в составе Связующая Екатерина Лазарева И клуб расторгли контракт По обоюдному согласию А также болельщикам команды, к сожалению Не стоит ждать появления в составе Бетанеи Делакрус Которая не пополнит состав По медицинским причинам Зато все остальные девушки готовы К важной игре Из любопытного Предматчевая тренировка прошла Не на Терафлексе, а на Паркете Дело в том, что в комплексе Звездной Своих соперников принимает не только Протон, но и мужская баскетбольная команда Из Саратова Автодор На самом деле на Паркете В принципе точно так же Как и на Терафлексе Нет никаких таких там неудобств Всем девочкам как бы комфортно Потому что Ну в принципе все свое прошлое Тренировались вот на такой площадке Поэтому ни у кого никаких проблем не возникло Вот Поэтому все прекрасно, все хорошо Для меня-то этот зал почти родной Я в нем два года играла Поэтому я привыкшая Девчонки, да, вроде не жаловались Но как вы видите Особых проблем Девушкам Паркет не доставит К тому же на игре Все будет привычно вместе с Терафлексом А вот Протон Те самые проблемы Организовать вполне способен Команда Юрия Маричева Выиграла 6 из 8 матчей Уступив лишь лидерам Московскому Динамо И Локомотиву Ну да, Протон в этом сезоне Очень неплохо начали И очень неплохо продолжают Поэтому мы стараемся Мы очень сердце Готовимся к завтрашнему матчу Они сыграли со всеми Со всеми командами Пониже, которые идут Вот И сейчас играют со всеми лидерами Вот уже уступили Локомотиву Москве Сейчас мы Посмотрим Что будет завтра Для Ярослава Симоненко И Анастасия Ануфриенко Протон И их зал Отлично знакомы Обе провели здесь Несколько сезонов А в составе хозяек Отмечаем Светлану Гатину Дебютировавшую В Суперлиге Именно в составе Казанского Динамо Помимо нее Лидерами команды Является Наталья Малых Виктория Боброва И Полина Беликов Именно эта четверка Вместе с блокирующей Викторией Пушиной Сейчас определяет Игру Протон Малых и вовсе Набрала 136 очков И входит в топ-5 Бомбардиров сезона А Виктория Пушина Идет на втором месте По результативным блокам Могу выделить темпов Очень высокие девочки Хорошо перемещаются Идут на первых местах По блоку Быстрые края Очень быстрая передача Если будет у них Хороший прием Будет тяжело с ними играть Наташа Малых Ее быструю игру Завтра нужно с этим Очень хорошо справиться В этом сезоне В рамках спартакиады Сильнее была Казанская команда А вот на предварительном Этапе Кубка России Победа осталась за Протоном Как оно сложится На этот раз Узнаем 27 ноября В 16 часов По московскому времени Прямая трансляция Центральной встречи Тура На интернет-портале tvstart.ru Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok